приветствую всех кто смотрит это видео сегодня в нем я хочу показать и рассказать у одной необычной кастомной прошивки называется она революция или revolution автор ее уважаемый леомар когда девелоперс чем чем необычна эта прошивка прошивка это в своем роде первое которое позволит вам обновляться прошиваться не имея при этом персонального компьютера до для всех для всех процедур вам будет достаточно лишь вашего телефона правда для того чтобы начать работать с этой кастомной прошивкой нам понадобится установить clockwork motor recovery для этого нам нужно будет для нашей прошивки установить ядро с поддержкой рута и с поддержкой данной функции после этого мы с маркета скачиваем приложение revolution вот как вы видите так вот она выглядит после этого нам нужно будет нажать меню download download install rom эта функция установит нам последнюю версию прошивки revolution на наш телефон телефон спросит разрешение супер юзера нужно будет разрешить после этого он сам все остальное сделает что интересно он сделает все нужные вайпы будьте аккуратны потому как первая перепрошивка ваша потрет полностью все данные так что не забудьте сделать backup через программу titanium backup чтобы потом потерять меньше времени на настройку далее после того как вы уже прошьете эту прошивку вы сможете ее более досконально настроить заходите сюда здесь мы видим ром тема то есть тема для нашей прошивки вот целый список всяких разных поддерживаемых тем некоторые даже можно посмотреть как они будут выглядеть нажав на шоу инфу вот например тема dark miui выглядит вот таким образом также например если вам захотелось родную тему тут есть стоковая самсунговская тема также вы можете потом вернуться на стоковую тему из самой революции дальше здесь дайлер тема для дайлера также даже для маркета есть тема также можете скачивать какие-либо шрифты шрифтами я не мучился мне в принципе устраивает стоковый родной так теперь вот здесь вот как вы видите вы можете поставить различные виды свайпа прям с помощью приложения кстати они с поддержкой многих языков этот кф-3 свайп это старого образца для любителей предыдущего свайпа не последней версии кг-6 сток свайп нам не подойдет потому что там не будет русского языка также тут вот начинаются всякие патчи которые можно применять отключать например отключить visible home button wake up это отключит пробуждение с помощью кнопки на экране не знаю для чего это но наверно кому-то надо также ниже включить опять же эту кнопку а вот этот new camera mode это уже интересно это улучшенная камера которая позволяет нам еще и делать снимки при нажатии на клавишу хардварную клавишу громкости некоторые функции мне не совсем ясны если что воспользуйтесь сами переводчиком ну вот здесь вот но battery sound это отключить звуковой сигнал при зарядке телефона полный здесь отключить звук при загрузке адв блокпатч я так понял блокирует рекламу в бесплатных приложениях вот эта вот штука вот gps fast fix европа в 2 позволяет нашему gps навигатору гораздо быстрее ловить спутники сегодня проверено мной работает отлично здесь samsung вот они по ним анимешин это если вдруг нам не нравится анимация революции мы ставим обратно самсунговскую здесь революции анимация при включении это вот еще одного уважаемого человека кастомная камера с улучшенным видео и аудио как бы я пробовал его ставить но вроде как при записи обратил внимание что видео притормаживает поэтому поставил вот этот предыдущий предыдущий патч делал тут нею камера мод этот меня устраивает вполне так колокс патч это уберет с нашего с нашей истории на родной звонилке там всякие отображения смс ммс электронной почты то есть оставит только звонки так ну сток фон понятное дело что это стоковая звонилка так вот это интересная функция себе тоже поставил фон вич короче поддержка родной звонилки записи телефонного разговора то есть у вас будет кнопка записи которую вы мог любой момент сможете нажать и записать разговор и и поставил интересная функция нужно так если вы используете точку вай-фай раздаете через свой телефон через свой телефон интернет то вам надо будет вот сюда галку еще поставить как бы ее по умолчанию нет этой программы позволяет сэкономить некоторое количество энергии вот одно из интересных моментов это ядро здесь вот есть несколько ядер знаменитых скажем так проверенных от проверенных авторов при желании вы сможете поменять ядро то есть походить там пару дней проверить одно ядро 2 3 остановиться на том которую вам понравится больше ну и здесь опять же какие-то оформление меняются музыкальных плеерах в ммс также я так понял что по умолчанию вырезаны виджеты и программу самсунга если же они вам дороги нужны сюда галку поставить и они все вернутся после того как вы все все это дело здесь выбрали то что вам нужно нажимаете меню download install этот верхняя паки ваши установит он опять же там совсем согласитесь и телефон сам все за вас сделать единственное но скажем так на радостях новички смогут могут выставить например камеру которая фотографирует клавиши громкости потом также камеру другую третью ну то есть понятное дело что две выбранные камеры заменят друг друга при установке то есть останется та которая установится последний поэтому скажем так когда что-то здесь тыкайте будьте скажем так если не разбираетесь то лучше в эти моменты не лезть проконсультироваться на форуме далее в самой программе в самой прошивке есть поддержки интересных локскринов три варианта я поставил джекей выглядит он вот таким образом здесь бегунки для быстрого запуска камеры смс звонилки здесь мы назначаем что чем пользоваться будем следующий раз уже откроется то что нам нужно далее в этой же в этом же приложении можно настроить настроить чтобы было от 6 бегунков бы мне это не надо поэтому это дело отключу также здесь ниже вы сможете настроить вибрацию на разблокирование а также поставь вот здесь вот галки таким образом вы сможете настроить меню выключение экрана то есть вот так вот будет у вас отображаться очень удобно я поставил здесь автояркость ребут перезагрузка зайти в режим recovery зайти в режим загрузки робота режим 1 и выключение телефона здесь вы можете настроить по своему вкусу скажем так это приложение позволяет нам отключать батарейку часы если друг они вам не нужны верхнем баре менять им цвета для этого нам обязательно нужно чтобы тема самой прошивки вот здесь вот с отметкой едт викс было если мы хотим использовать ту программу так далее тут вот еще всякие разные какие-то утилиты скажем так не совсем не я понятные вот есть был н контроль здесь если наше ядро поддерживает эту функцию мы сможем активировать напоминание от моргающими нашими центрами и кнопками пропущенном вызове и других функциях также в этом приложении мы сможем указать хотим ли мы использовать например новый market new верхняя строка скажем так пока он довольно глючноват глючным я пока использую предыдущий маркет мне он устраивает вполне сейчас я вам покажу сделал скриншот тех функций которые я применил после прошивки то есть если вы не не спец не разбираетесь там где галки ставить вы в принципе сможете выбрать то же самое после этого нажимаете окей все это все эти пакеты будут установлены автоматически так вот если вдруг выйдет какая-то новая версия этой прошивки или какие-либо еще темы или другие пакеты там улучшенных камер ядер и прочего мы сможем это дело увидеть